Новый взгляд Точно в цель. В рамках проекта «Спортивный сертификат» появилась новая необычная секция. Дежурный выпуск. На вопросы телезрителей отвечает психолог. И в завершении прогноз погоды на завтра. Ну а в начале выпуска всех соликамцев в минувшую субботу ожидал приятный сюрприз. Первый снег выпал в городе совсем неожиданно. Густыми хлопьями он ложился на мокрые асфальтные дорожки, укрывал машины и цветочные клумбы словно одеялом. И несмотря на то, что вместе с первым снегопадом шел дождь и дул порывистый ветер, что было не очень приятно, наверняка каждый из тех, кто в этот момент находился на улице или просто видел снегопад из своего окна, испытал неприкрытое детское счастье и радовался первому снегу. В минувшую пятницу стало известно, что Интерпол заблокировал санкцию на международный розыск и задержание совладельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова, обвиняемого белорусскими властями в связи с так называемым «калийным скандалом». Напомним, после отказа «Уралкалия» сотрудничать с белорусской калийной компанией, в Минске был арестован и помещен в СИЗО КГБ генеральный директор российской компании Владислав Баумгертнер. Белорусские силовики тут же отрапортовали об объявлении в розыск по линии Интерпола основного акционера «Уралкалия» и еще четырех топ-менеджеров белорусской калийной компании. Как теперь выяснилось, заявления белорусских властей оказались ложными. Бюро Интерпола в России получило уведомление из штаб-квартиры этой международной полицейской организации в Лионе о том, что генеральный секретариат Интерпола заблокировал международный розыск и требования задержать Керимова и ряда других россиян, фигурантов уголовного дела «Уралкалия», передает Интерфакс. А между тем, глава Минэкономразвития Российской Федерации Алексей Уликаев считает, что ситуация с арестом в Белоруссии главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера негативно скажется на инвестиционном климате в Белоруссии и усложнит решение российских предпринимателей в пользу вложения средств в экономику этой страны. «Я думаю, что, безусловно, этот шаг, который существенно ухудшает и без того не слишком хороший инвест-климат в Белоруссии, и очевидно, что российским бизнесменам и, кстати, бизнесменам третьих стран будет труднее делать выбор в пользу инвестиций в белорусскую экономику», цитирует Уликаева РИА Новости. Так, глава российского КАМАЗа уже отказался от поездки в Беларусь на переговоры по поводу объединения с МАЗом в связи с арестом Владислава Баумгертнера. Мы продолжаем следить за развитием событий. Вот уже второй год подряд в Соликамске реализуется проект «Спортивный клуб плюс спортивный сертификат». В этом году, как и в прошлом, ребята могут бесплатно заниматься волейболом, теннисом и другими видами спорта. В этом году к новому виду спорта добавилась еще и стрельба из лука. В рамках этого проекта 27 сентября в спортивном зале Соликамского педагогического колледжа прошла презентация нового для Соликамска вида спорта – стрельбы из лука. Всех присутствующих с новинкой знакомили бермские специалисты, которые показали основы этого вида спорта, а также рассказали о его пользе. Оказывается, стрельба из лука развивает зрение, укрепляет мышцы и концентрирует внимание. Первые занятия лучников состоятся уже в этот четверг. Если вашему ребенку исполнилось 12 лет и вы хотите укрепить его здоровье, записывайтесь в секцию по номеру 69102. Занятия будут проводиться каждый четверг в 17.00 в спортивном зале Соликамского педагогического колледжа. При наличии спортивного сертификата занятия будут бесплатными. О том, насколько легко или трудно натягивать тетиву и попадать в мишень, мы расскажем в одном из наших следующих выпусках. Сейчас короткая реклама, а сразу после. Рубрика дежурный выпуск, прогноз погоды на завтра и гороскоп на неделю. Не переключайтесь. Служба безопасности ОАО «Уралкалий» информирует о работе горячей линии. За предотвращение или раскрытие противоправных действий сотрудников компании или третьих лиц предусмотрено материальное вознаграждение. Телефон 8 800 224 99 или телефон в Соликамске 6 24 99. Тебе от 14 до 20 и ты хочешь заниматься бизнесом и зарабатывать уже сейчас? Хватит ждать! Участвуй в городском экономическом конкурсе «Твоя точка роста» и не упустишь шанс получить iPad, сотовый телефон, фотоаппарат и право на бесплатное обучение в бизнес-школе. Отправь эссе по темам на почту бизнес-инкубатора bsol.com.mail.ru Справки по телефону 720 38 720 77 Партнеры «Бизнес-инкубатор Верхней Камье» Фонд «Преображение» Глава города Соликамска – СКБ «Банк» Все подробности на сайте. Правительство Пермского края, администрация города Соликамска и бизнес-инкубатор Верхней Камье представляют Десятая межрегиональная выставка-ярмарка производителей товаров и услуг «Соликамск-2013» принимает заявки от участников. Наша ярмарка – это самое важное бизнес-событие года. Новые клиенты и новые партнеры. Покажите себя. Заявите о себе самым удобным и эффективным способом. Закажите стенд на нашей ярмарке. Заявки принимаются до 15 октября. Справки по телефону 720 77 и 723 30 Генеральные информационные партнеры. Телекомпания «Соль-ТВ». Радиостанция «Рекорд». Радио «Дача». Компания «Просвет». Мероприятие в категории 12+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наши телезрители прямо в эфире могут получить бесплатную консультацию психолога, врача, педагога или юриста. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.solidfistov.ru или звоните по телефону 707-83. Сегодня на вопросы телезрителей отвечает психолог Ирина Сумарока. Сегодня мы рассмотрим вопрос «Как преодолеть лень и апатию». Уважаемые зрители, если вы регулярно смотрите нашу передачу, то вы, наверное, заметили, что я вообще не стараюсь предлагать вам что-либо искоренять, от чего-то отказываться, как-то избегать, избавляться. Я вас призываю к тому, чтобы прислушаться к себе и быть готовым исследовать. Так вот то, что касается вопроса лени. Лень, как правило, это защитная реакция организма. Организм замедляется, он останавливает собственную активность. Если вдруг вас лень догнала, или вы наблюдаете, что там последние месяцы я стал ленив, у меня нет интереса, здесь нужно быть к себе внимательным. Возможно, вы сильно устали. Поэтому вы теряете темп, становитесь ленивым, вас ничего не интересует. Пересмотрите свое отношение к работе и отдыху, нормализуйте свой режим дня. Возможно, у вас очень много дел и нет плана. То есть вы не можете расставить приоритеты, что делать сегодня, что делать завтра. У вас такой полный хаос, много тревоги, боязнь ничего-то не успеть. Ну так структурируйте, создайте определенный план на неделю, на день, на месяц. И планомерно двигайтесь по намеченной цели, при этом не забывайте себя хвалить. Обязательно каждый новый шаг в движении к цели должен быть поощрен, закреплен. Лень может вызываться страхом. Вообще, чаще всего ленится человек, который внутренне испытывает страх. Но его что-то пугает. Вот если он будет делать шаг вперед, он боится, что ему прилетит, его накажут, или он встретится с неудачным опытом, или он вдруг увидит конкурентов, это очень страшно. Ну или много-много чего другого может появиться, если вдруг он вынырнет из своей норки. Ну и если у вас по этому поводу есть страхи, обращайтесь к специалисту. Я думаю, что он поможет вам преодолеть определенные сложности. Я вас еще раз призываю, будьте к себе внимательны, любите, нежьте, хвалите и помогайте самим себе. Счастье — это привычка. Привыкайте и будьте счастливы! И в завершении выпуска сегодня, 30 сентября, свой день рождения отмечают депутат Соликамской городской думы Дмитрий Дингис и профессиональный тренер из Сербии по баскетболу Зоран Джошевич. Телекомпания «Соль ТВ» желает вам отличного настроения, хорошего здоровья и успехов в работе. На сегодня это все. Телекомпания «Соль ТВ» желает вам интересных и полезных, а главное, хороших новостей. В студии была Илона Измайлова. Увидимся с вами завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды и гороскоп на неделю. Всего вам доброго! Во вторник, 1 октября, термометры покажут 2 градуса относительного тепла. Атмосферное давление 736 мм рт. ст. Ветер юго-западный 2 м в секунду. Пасмурный небольшой дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова